Автомобили Aorus, несмотря на давнюю премьеру седана Сенат, до сих пор доступны лишь избранным. А всё потому, что машины собирают очень ограниченными тиражами на мощностях крохотного заводика внутри научного центра НАМИ. Но скоро ситуация изменится. Боссы российской люксовой марки пообещали, что серийная сборка Сенатов стартует весной 2021 года. Производство разместят на территории особой экономической зоны Алабуга, что расположено неподалёку от набережных Челнов. Там, на заводе компании «Солерсфорд», которая выступает производственным партнёром проекта, минувшим летом началась подготовка оборудования по сварке и окраске автомобилей. Параллельно набирали рабочий персонал. А сейчас стало известно, в какую сумму вылится запуск конвейера. Так, частные инвестиции составят без малого 7 миллиардов рублей. Плюс 110 миллионов евро вложит фонд «Тавазун» из Объединённых Арабских Эмиратов. Итого набегает почти 17 миллиардов рублей. Также объявлено, что для сборки комплектных машин будет задействован отдельный цех. Его предоставила администрация Алабуги. Ежегодно марка «Аурус» хочет выпускать порядка 5000 автомобилей, притом большую часть составит кроссовер и комендант. От очень дорогих автомобилей к доступным, но тоже нашей сборке. Рено Логан празднует юбилей. Сборка седанов стартовала на столичном заводе «Автофрамос» 15 лет назад. За первые три года модель разошлась неслыханным для того времени тиражом 125 тысяч экземпляров. Производство второго поколения бестселлера перенесли на «Автоваз», с конвейера которого бюджетные Рено продолжают сходить по сей день. И только что заводскую линию покинула машина за номером 750 тысяч. Именно столько было сделано Логанов на двух заводах за время 15-летнего присутствия на российском рынке. К двойному юбилею российское подразделение бренда поделилось интересной статистикой. Оказывается, главным хитом оказался Renault Logan Stepway. На кросс-версию приходится больше половины продаж новых седанов. О третьем поколении хита не сказано ровным счетом ничего. Скорее всего, его прихода нам придется подождать еще год, два или даже все три. Логично предположить, что для России готовят упрощенную версию на платформе от Арканы, без современной электроники и с другими моторами.